Серёжа, а как ты думаешь, эти бантики подходят к моему плачу, а? Да, по-моему, очень стильно. Хм, ты уверен? Может, всё-таки на другие поменять, а? Да нет, Каркуша, всё в порядке. К тому же у нас не так много времени, надо начинать программу. Ой, ты прав. Здравствуйте, ребята! В эфире мастерская с Каркушей и Серёжей. Сегодня, как всегда, мы смастерим что-нибудь интересненькое. А что именно? Каркуша, ну мы же договаривались, что идею для поделки сегодня придумываешь ты. Ой, просто я что-то перед зеркалом закрутилась и обо всём забыла. Это так по-девичьи, но я на тебя вовсе не сержусь. Только что мы будем делать? Ну, не знаю, что делать, но это отражение сегодня мне почему-то не нравится. Интересно, давай посмотрим. Можно зеркало возьму? Ну, конечно. Аккуратненько. Ага. Кажется, я догадался. Дело не в отражении, а в самом зеркале. Видишь, какая скучная, неинтересная рамка. Ну, никуда не годится. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Ну вот. О-о-о, точно. Это зеркало надо срочно украсить. Решено. Этим займёмся прямо сейчас. Ха, а чем будем украшать? Мы ведь ничего не успели подготовить. Ну, придётся как-то выходить из положения. Давай посмотрим, что у нас есть в коробке с инструментами. Давай. Ага. Так. Краска акриловая. Ага. Пуговицы. Вот такой макетный нож. Да. Ножницы. И лоток от яиц. И всё? Хм, особо не разгуляешься. Да, больше ничего нет. Ну, я думаю, и с этим мы справимся. Сделаем красивые цветочки и украсим ими рамку. Да? Да. Для начала разделим лоток на отдельные секции. Ага. Берём макетный нож и разрезаем лоток вот на такие полоски. Пока одной достаточно. Далее полоску разрезаем на отдельные ячейки. Кстати, современные дизайнеры очень полюбили этот материал и нашли для него много неожиданных применений. Серьёзно? И каких же? Давай посмотрим вместе. Благодаря моде на повторное использование сырья яичные лотки стали очень популярным материалом для творчества. Из них делают скамейки, клумбы, карнавальные костюмы, светильники. И даже дом в натуральную величину был построен в Австралии полностью из этого материала. Итак, мы разделили лоток на отдельные ячейки. Теперь берём одну, отрезаем лишнее. Теперь в получившейся заготовке делаем пять надрезов. Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Это уже похоже на цветок. Почти. Сейчас необходимо закруглить каждый лепесток. Теперь лучше? По-моему, очень красиво. А какие именно у нас получатся цветочки? Я думаю сделать незабудки. Поэтому наши заготовки хочу покрасить голубой краской. Незабудки очень милые. Только вот почему у них такое странное название? Давай это выясним. Давай. Древнегреческая легенда о незабудке гласит, когда богиня Флора давала название всем цветам, случайно пропустила маленький скромный цветочек. И тогда растение тихо прошептало, не забудь меня, Флора решила так и назвать цветок, а в придачу наделила свойством укреплять память. Вот, ребята, у нас получилось восемь цветков. Все голубого цвета. И можно их приклеивать к рамке? Нет, еще рано. Вначале, внутрь цветка, мы вклеим желтую пуговицу. Ух ты! Сделаем это с помощью клея-пистолета. Ребята, только помните, что клей в пистолете очень горячий. Подключите к этому процессу кого-нибудь из взрослых. Сережа, а теперь можно приклеивать цветочки к рамке? Да. Берем зеркало, капаем немного клея на основании цветка и приклеиваем к рамке вот сюда. Смотреться в такое зеркало будет одно удовольствие. Клей высох. Все, поделка готова. А сейчас давай проверим, понравится ли тебе отражение в новом зеркале. Ну, совсем другое дело. Да, получилось действительно хорошо. Ну, а на сегодня это все. Ребята, следите за выпусками мастерской. И мы подскажем вам еще много интересных идей для поделок. И научных опытов. Увидимся на канале Карусель. Пока-пока. Не переключайтесь. Кар-кар-кар.